Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо тебе большое. За все, за все спасибо. Ой, как я буду без тебя одна? Ну какая же ты теперь одна? Ты теперь вдвоем, а там глядишь втроем. Это я остаюсь без тебя одна. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вы разрешите? Пожалуйста. Дорогая Вера Николаевна, спасибо большое вам за фотографию Зины. Удивительное, доброе и простое лицо, по-своему красивое. И то, что она увлекается всерьез музыкой, решает для меня много. Посмотрите объявление, которое я вам посылаю по вашей просьбе, с искренним уважением, Жилов. Некурящий мужчина, образование среднее, специально характер спокойный, добрый, желает создать семью с женщиной 25-30 лет. Любезно пришла отозваться одинокую женщину не старше 20 лет, любящую домашний уют, стремящуюся к семейной жизни. Рост 176. Мужчина, 42 лет, рост 175 сантиметров, русский, безвредный привычек, образование высшее. Хотел бы создать семью с одинокой женщиной, приятной внешностью, простой и скромной. Мне 34 года, русская, средь рост. С серьезными намерениями хотел бы познакомиться с женщиной до 30 лет, приятной внешности, с мягким характером, бездельно. Мне 33 года, рост и образование высшее среднего, ценю юмора. Хотел бы познакомиться с девушкой, не красавицей, но обладающей внутренним и внешним уваянием. Молодой человек, 27 лет, рост 178 сантиметров, с высшим медицинским образованием. Желает познакомиться со скромной, симпатичной девушкой. Мужчина, 53 лет, рост 165 сантиметров, с красивым лицом, глаза зеленые, русской. Есть условия для совместной жизни, безвредных привычек, увлечения, туризм, физический труд, кино, театр, эстрадная музыка. Женат не был, нуждаюсь в общении с подругой жизни. Житель Омской области, 48 лет, русский, 166 сантиметров. Любезно прошу отозваться, одинокую женщину, способную разделить с мужчиной 35 лет. Ну, вы поймите меня, тетя Зина. Нельзя, я сказала, нельзя. Ждите? Да, конечно, конечно. Добрый вечер, я в 107-ю, к Вере. К Вере, можно. Наверх третий этаж. А что здесь происходит? Не пускают, что ли? Да только до 11. А кто это такая, Вера? Почему это к ней все проходят? Понятия не имею. Тетя Зина, добрый вечер. Здравствуй. Можно к Вере? К Вере, проходи. Спасибо. Добрый вечер. Здравствуйте. Тетя Зина, это пошел в 18-ю, к Беловой. Как в 18-ю? Как к Беловой? Как к Беловой? Девочки, смотрите тут. Хорошо. Я это указала, сейчас вы это еще. Ай, какой к Беловой? Вы к кому, товарищ? Я к Вере, в 107-ю. Ну, идите. Я пройду? Третий этаж налево. Найду. Да. Я пройду. Добрый вечер. Вы Вера? Да, Вера. Вера Николаевна. А вы кто? Фролов Виктор Петрович. Очень приятно. Мы вроде с вами не договаривались. Но если вам срочно... Срочно. Бокок. Хорошо, хорошо, вы присаживайтесь. Спасибо. Ну, рассказывайте. Ну, почему так срочно? Какие у вас планы, какие намерения? Рассказывайте. Какую бы женщину вы хотели найти? Что? Да вы не волнуйтесь. Чем откровеннее вы будете, тем лучше будет результат. Вам какие женщины больше по сердцу? Блондинки, брюнетки. Рост, характер, образование. А тут что, на любой вкус? Ну, не будем преувеличивать. В общем, конечно, кое-какой выбор есть. Выбор? Интересно. Только у меня к вам тоже будет несколько откровенных вопросиков. Это очень хорошо. Только прежде я должна буду кое-что выяснить. Нет уж, позвольте, вначале я выясню. Скажите, где я? Куда интересно попал? Это общежитие ткацкого комбината? Или притон в Неапольском порту? Блондинки, брюнетки. Я что, свататься сюда пришел? А разве нет? Что нет? Разве вы не пришли свататься? Кто, я? Кто вы, Вера? Кто вы такая, Вера Николаевна? Да вроде, вроде сваха я. Кто? Да, сваха. А вы кто такой? А я, новый комендант вашего общежития. Вот кто я такой! Ой. Ой, ой. О-о-о. be-у-о-о. Ву-у-о! Ва-у-о-о! Музыка Звук Версина Версина Голос Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Нет, Машенька, пока нет Я понимаю Ну будет, обязательно будет Да, сегодня один из управлений должен прийти Но он правда в летах, но ведь не это главное, правда? Ты понимаешь? Я понимаю Ну вот, а не он так другой Ты главное жди и надейся Я надеюсь Я тебя прошу как замдиректора, как друга юности Как друга детства Найди мне другое место Витенька, а чем плохое место Для молодого пенсионера И одинокого мужчины? Где ее? На тебя же не было прогноза Свалился как снег на голову И потом, Виктор Сколько Можно жить одной болью? Пять лет уже Семь лет Тем паче Ты этой болью Надорвал себе сердце И не только от тебя одного Жена ушла Я просил меня не соединять Она не ушла Она сбежала Когда я был в море И ты прекрасно знаешь А есть у меня травить душу? Спокойно, Виктор Что поделаешь Надо начинать новую жизнь Какую новую? Какую новую, Илюха? На флоте все было ясно От побудки до отбоя А здесь я А сейчас твоя работа В общежитии Решает вопрос жилья Временно, конечно Временно Временно Временное жилье Самое постоянное Научите, Илья Не пожалей Я человек морской И там на виду Флотский порядок Прекрасно Как раз то, что нам нужно Флотский порядок И вот Шура Никогда не теряла надежду Никогда, никогда не теряла И пусть в ранней юности не повезло Но все равно она верила Что когда-нибудь он придет Она ждала, ждала и дождалась И вот однажды В один прекрасный день В общем, может быть, даже и не прекрасный А самый обычный день Он пришел Прямо сюда? А куда же? Ты сейчас как раз на месте Шура живешь Он пришел и сказал Александра Я не могу без вас существовать Слушай, слушай сказки Бабушки Веры, милочка Ну почему сказки? Разве он не пришел? Пришел Но сколько ты его обрабатывала? Ну и что? Люди не всегда сразу могут различить свое счастье А вот у меня есть чувство собственного достоинства Вот и все И искать женихов с твоей помощью По объявлениям я не собираюсь И тебе, милочка, кстати, тоже не советую А мне и не надо У меня Володька А кто такой Володька? Это парень из нашего поселка На границе служит И пишет Непорядок у вас, товарища воспитательница Кругом непорядок Воспитательница в детском саду И здесь все запущено Здравствуйте А вы в общежитии воспитатель И тут у вас непорядок Разруха, грязь Извините, Виктор Петрович Моя епархия, воспитательный процесс Культурный досуг А вот это вот тоже не ваша епархия Разбитые стекла Это Это женихи Когда их не пускают, они девушек так вызывают Камешками в окошко Чьи конкретно женики? Конкретно не чьи Мы вообще так всех парней и мужчин называем Ну, как потенциальных женихов Понятно Что? Вы что-то сказали? Вот Разрешите вопросик А вы к нам в коменданты надолго? Как выйдет Я полагаю, не на всю жизнь Ясно Жених приходящий и уходящий Как звать? Бой ты из строя! Что? Я говорю, как тебя зовут? Меня Лиза, а что? Ох, я зовут Элизавета Так тебе жениха не видать А что здесь? Комната для занятий У нас много вечерников, заочников, только Это что такое? Я же не успела вам объяснить Эту учебку временно отдали под жилье Жилья не хватает А учащийся как-нибудь приспособится Почему это? Захолочено! Виктор Петрович Здесь пить оно притом какой-то О! О! Добрый вечер, девушки Знакомьтесь Добрый вечер, товарищи Здравствуйте, проходите, пожалуйста Присаживайтесь Здравствуйте Да нет, рассаживаться некогда Я на правах вашего коменданта Для ознакомления Фролов Виктор Петрович Скажите, у вас есть какие-нибудь Жалобы, претензии? Жалоб нет Как нет? Что, вообще жалоб нет? Ну никаких дополнительных жалоб нет Вы ведь к нам не к первым пришли, так? Так По коридору прошли? В кухне были Учебку закрытую видели, так? Так Ну чего жаловаться? Работать надо Так Голубева Жалоб нет, да? Почему? Есть! Слушаю вас Нет, счастья в личной жизни Ну, Санька Девочки А правда Он На пират немножко похож А комендант-то Боевой мужик оказался Представляешь Со строительством нового общежития До самых верхов дошел Хорошо Строители уже зашевелились К весне, говорят, сдадут Наконец-то, а то пять лет тянули Наталья, я собираюсь Твою фотографию тослать Да? Спасибо тебе Потом будем ждать Ответ должен прийти Нет пока, Маш Нет Ну, будет обязательно Будет Я понимаю Я вчера с одним из УТК говорила Он, правда, разведенный Ты понимаешь? Я понимаю А если ты против, мы другого найдем Ты, главное, надейся Обязательно надейся Я надеюсь Надеюсь Ну и хорошо Дорогая Вера Миколаевна Хочу вам с гордостью сообщить Что, дожив до сорока годов Еще ни разу не женился И не надо Молодец Правильно Субтитры сделал DimaTorzok Привет, девчонки. Ты серьезно? Фокус это все. Иглотерапия, вот это да. Ужас. Сидишь вся в иголках, как ежик. Шурочка. Шура. Шурка. Ну, привет. Привет. Ничего не случилось? Ничего. А Коля? Николай-то как? С Николаем все в порядке. Муж как муж, на уровне мировых стандартов. Просто я по тебе соскучилась и по девчонкам. Я что-то так сразу перепугалась. Разве я могу забыть наше общежитие? Как-никак дом родной. Тянет меня сюда. Тянет. Ну и молодец, что пришла. Не забываешь нас. Ну ладно, сейчас будем чай пить и про жизнь сплетничать. Так. Да. Можно? Вы Вера Николаевна? Да, здрасте. Здрасте. А я Шилов. А-а-а. Узнаю-узнаю, Юрий Петрович. Вы очень патогеничны. А это вот Ирина, это Милочка, а это наш Шурочка. Очень приятно. Здрасте. Здрасте. Как вы доехали? Спасибо. Да езды-то тут можно? Конечно. Всего три часа. Автобус мягкий. Проходите, пожалуйста. Присаживайтесь. Вот чай с нами попейте. Спасибо. Я уже пил чай. Да. Спасибо. В автобусе. В автобусе. Да, у меня тормоз есть. Я всегда... Жаль, Юрий Петрович, что вы не телеграфировали заранее. Видите, какая неожиданность получилась. Зиночка у нас сегодня во вторую смену. Ну придет, наверное, где-нибудь часов десять. Ну, понимаете, женщина после работы, усталость там, то, сё. Поэтому, знаете, как мы давайте с вами договоримся. Вы завтра переходите часов в десять утра. Зина как раз отдохнет. Нет. А вы же что так на меня смотрите? Простите, вы замужем? Что? Я говорю, вы сами замужем. А какое это имеет значение? Огромное. А какое это имеет значение? Ну, в общем, эта тема закрыта. И давайте не будем, ясно? Ясно. Ну, значит, мы с вами договорились, да? Вы придете завтра утром, потому что Зинаида уже к этому... Извините. Я завтра не приду. Прощайте. Верните, пожалуйста, Зинаиде. Еще раз. Извините. Извините. О, вон, смешной. Он мне понравился. Ага. Слушай, Вер, ты меня удивляешь. Как ты ему отказалась. А вдруг это твоя судьба. Дурёки! Ну, дурёки! Какая кухня, девочки? Спасибо коменданту Новому! Пирожок! Ну что, человек, пообещал сделать! Запах, девочки! Первый блин не комом, первый блин не комом! Так-так-так-так-так! Давай скорее рез! М-м-м! М-м-м! Ну что, режем! Вкусно, конечно! Не знаю, я сейчас попробую! Ой, всё съела! Нет, я первая! Ну что, вот этот кусочек мне дай! Потихоньку, девчонки! Ну, Опа, Галина! У тебя свадьба в субботу? А когда в кафе пойдём на девичник? Завтра! Стойте, голодающие! Давайте оставим кусочек Королова! Он заслужил! Ой, пират! Ой, закружил голову девочки! Да ты что? Он же старый! Старый? Ну и что? Тебе ж его не морить! Телепатия! Ну, как устроились? Всё в порядке? Претензий нет? Всё окей! С благодарностью по поводу открытия пищеблока! Спасибо! Ну что, нравится? Всегда нравится! Вкусно! А вы с нами дружить не хотите? Избегаете нас! Что, очень не любите женщин? Не люблю, очень! Это он женщин не любил, пока нашу Веру не встретил! Кать! Она хотела сказать, что ты найдёшь ту единственную, которую Виктор Петрович полюбит! Вряд ли! И вообще, как только в голову вам это пришло! Что? Ну, это сахар! В наши дни! Не понимаю! Ну и что, люди ищут друг друга в любые дни! А хотите, я вам хорошую невесту сосватываю? Нет! Увлечение науками не позволило мне вовремя создать семью! Увлечение науками не позволило мне вовремя создать семью! Увлечение науками не позволило мне вовремя создать семью! Если есть женщина, уставшая от одиночества, которая может стать верным и добрым другом, то пусть откликнется! Мужчина тридцатьяного года! Рост сто семьдесят пять сантиметров! Рост сто семьдесят пять сантиметров! Образование высшее! Разведён! Хочет создать семью с женщиной до 20 лет! Уважаемый Пётр Савельевич! Посылаю вам обещанную фотографию Наташи Зотовой! Вернее, Натальи Валиковой! Иванна, как все уважительно называют её! Начальницу цеха душевного человека! Остальное, я надеюсь, вам расскажут в глаза Наташи! И про её нежность, и про ум, и про доброту! Хорошо-то как девочки! Не надо больше по комнатам горбатиться! Давайте развернём столы, чтоб свет падал из окна! Правильно! А лампа слева! Конечно! Пишем-то мы правой рукой! А я левша! А мы тебе персональный стол! Мерси! А я тоже левша! Не придумывай! А Лизка своим персональным столом всю учёбку займёт! А мы его в коридор! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Абсолютно не умеет готовить. Я убею готовить. Не умеешь. Не умеешь. Не умеешь. Умею. А я не умею есть то, что ты умеешь готовить. А яичницу? Опять яичница. Утром яичница. Днем яичница. Днем яичница вечером яичница, а ночью омлет. Скоро я буду кудахтать, как цепеленок. Кудахтить курица. Все равно от такой пищи, знаешь, закудахтает и пяток. Я похудел. У меня болит все внутри. Потом у нас дом — это стол. Большой стол, как вот эта комната. Яичница, понимаешь, у меня бывают друзья, разные люди. Вот почему я возвращаю мою любимую жену, Мину Александровну. Муж мой. Яичница, что там сыром. Яичница, что там? Дор, ты об ке-с. А, сидиан. Если ке-сапчат сыром, а раз ке-счепканок. Она мне говорит, я очень люблю тебя, даже сейчас соскучишься. Я тоже говорю, что люблю. Мы всегда так говорим, а на мне, я ее. Да. Ну что ж ты, Немочка? Не, ну он-то, конечно, ведет себя, как феодал недобитый. Возвращай жену, не возвращай. Минуточку. Нет, простите, теперь я буду говорить. Вы ее вернули? Я ее приняла. Как? Так? Ваш брак, это мой брак, ну то есть брак в моей работе. Приходите-ка за Ниной, недельки через две. Она у меня станет вот таким кулинаром. Я муж или не муж? Я прав или не прав? Конечно, вы муж. И конечно, вы правы. А Ниночка, возможно, и не права. А вы знаете, что говорят французы? Если женщина не права, нужно попросить у нее прощения. Вот, твоя работа. Вася, здравствуй. Ага. Садись, разденься. Твоя работа, любуйся. Ну почему моя? А чья? Ты меня с ним свела. Ты меня научил. Но я тебя не этому учила. Ты же тоже счастливой прибегала, говорила. Он меня самой хорошей назвал. Называл. А когда живот увидел, знаешь, как сказал? С милым рай в шалаше, а с милой в квартире. Подлец. Домой ездила? Господи. Ездила. Отец тоже ругается. Говорит, я их семью позорю. И чтоб без мужа домой не возвращался. В электричке вон. Три часа тряслась сейчас. Ладно. Пока здесь будешь жить. Да ты что? Из общежития. Ведь попрут с ребенком. Да не попрут, я отвечаю. Тем более с таким симпатичным. Девочка. Алексей. Причем копия этот паразит. А вот мы им устроим очную ставку. Такие глазенки. Да они какую угодно паразитскую душу перевернут. Лариска. Ну что-то такой шум подняла из Аси с ребенком. Валя, выйдите, пожалуйста, на минутку. Ну нашла я. Петьку этого. Потолковали, подушал. И сразу перевоспитала. А он все осознал, устыдился, сходу растаял. Ну почему не сходу, а когда сына увидел. На днях заберет их к себе. Вот как, это и поверила. Поверила, а что? Да, мало жизни тебя учила. Ну хорошо, хорошо. А пока Ася с ребенком побудет у меня. Имею право. Имеешь. У тебя уже две недели Нинка гостит. Слушай, ну как, научил ее супружеским борщам? Лариска. Ты же добрая была, заводная. Чего ты так обозлилась-то? А ты добренькая. Ты добренькая. Тебе квартиру вместе со мной давали, а ты Жуковому уступила. Ну и что? У Жуковых ребенок. А мне еще дадут. Да, ты добрая. Ты вспомнил лучше, кому мы только с тобой добра не делали. Безотказные всегда, без сна. Без отдых. А кто это ценит, помнит? Добра этого никто и не забывает. Ну и что? А то! Им все мало. Ты еще уважай их, разделись перед ними. Одинок тебе, Лариска? Да. Да. Ты что ли не одинока? Ты что ли не одна? Ты что ли не одна? Ты что ли не одинок? Ты что ли не одинок? Ты что ли не одинок? А твое платье уже отгладили. Сама возьмешь или отнесли на вешалку? Нет. Ну что ты сама возьмешь? Ладно. Ну как девочки? Скоро кончится? Да. Да, не волнуйся, все в порядке. Амба, Чингисхан, Бони Эм. Да, поздновато, конечно, надо бы уточнить, о чем поют, смысл текста. А какой смысл? Сплошное I love you. Да? Один мой хороший знакомый, владеющий зарубежным языком, говорит, что не все у них так безобидно. Кроме любви они поют и про власть денег, и извиняясь про секс. Наш контингент может не так это понять. Да? А что тут понимать? Без языка ты не поймешь. Да. Язык у нас, слава Богу, в объеме школьной программы. Можно один вопросик, Лариса Евгеньевна? Да. Скажите, откуда берутся воспитатели в общежитиях? На них где-нибудь учат? Нет, ну что вы. Этому не научишь. Это призвание. Ну а вы, например? Работала ткачихой. Занималась общественной работой, вот меня и выдвинули. Выдвинули? Ну и что, я люблю свое дело. Ну любить-то мало, надо еще и уметь. А я и умею. Вы обратили внимание утром? Общежитие еще спит, а я уже на ногах. А вечер? Общежитие уже спит, а я опять на ногах. А это еще зачем? Ну а как же? После 11-ти должны быть все на местах. И вообще на мне огромный объем работы. Ну на мне буквально все. Все буквально на мне. Вот это-то меня и пугает. Что? Да нет, ничего. Ну вот, заработал. Фу, успела. Теперь намазаться. Ага. Не подгорело, а? Что-то дымом пахнет. Ты что это? Куришь? А что? Нельзя? Я? Господи боже мой. Ты что с собой створила? Ну что ты шумишь? Мы ей макияж лица сделали по Диору. Ну-ка быстро. Не надо. Иди. Умывайся. Ты посмотри на кого-то похожа. Иди. Надо же было такой придумать. Давай наклоняй голову. Быстро наклоняй, я тебе говорю. Ой, глаза. Я сейчас прямо по морде этой мочалкой. А это же надо. Разрисовалась, как кукла. Не надо. Господи. Оставьте, Милочку, в покое. У нее беда. Беда? Какая беда? Володька не поздравил с Новым Годом. Ну подумаешь. Беда. И не поздравил, не написал, и не надо, и не очень-то не хотелось. Ну, ладно, хватит реветь. Володька тебе напишет письмо. Да к маме скоро в отпуск поедешь. И вообще, что, мы тебе не подруги, что ли? Подруги. Самые, самые родненькие подруги. Ну, раз так, то давай краситься сначала. Только культурненько. Девочки, ну в чем дело-то? Новый год скоро. Рано, рано. О, народ. После один псих не пускаешь недовольный. И до один псих не пускаешь, опять недовольный. О, народ. Вот. Ну, вот что, вот. Мама. Потерь, потерь, потерь. Где пройдут? А ну, мужики! Залетай! ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ А я на прокат выжу всё, да? Я бы тоже так сделала. По сугробам, представляешь? Вера Николаевна, мне плохо. Я погибаю. Ну, почему же так сразу? Ну, потерпеть всего одна неделька осталась. Вы ножом бьёте прямо моё сердце. Не могу. Мужчина должен быть терпеливым и спокойным. В море житийском. Опять, как французы говорят. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ С Новым Годом! Желаю вам, ну, в общем, самого доброго! Ура! С Новым Годом! 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 Наше терпение кончилось. Голубева систематически нарушает распорядок общежития. У нее постоянно бывают какие-то посторонние личности. Мужчины, женихи по объявлениям и переписке. Она позорит весь наш коллектив. И я не знаю, что это, сватовство или сводничество. В общем, мы ставим вопрос ребром. Или Голубева, или порядок и спокойствие в общежитии. Надо кончать с этой брачной конторой. Понимаете, товарищи? Вот. Пишут, одиноким предоставляется общежитие. А по-моему, одинокий не может быть счастливым. Нет ничего хуже одиночества. А ведь это всем известно. Счастливое общество состоит из счастливых личностей. Поэтому люди просят. Я помогаю. Ну и помогать тоже нужно. Но вопрос как? Правильно? У нас создан клуб. Вечера встреч для тех, кому за 30. Понятно, да, это все правильно, это очень хорошо. Но не каждый же человек может вот так прийти в открытую и признаться. Я вот хочу выйти замуж. А некоторым легче, как-то с глазу на глаз. Интимнее, что ли? Интимнее? Товарищи, тише. Да не прикидывайся ты, Голубева. Все это очень интересно. Только неубедительно. Твой же личный пример тебя и опровергает. Вот ты, Голубева, и передовик, и наставница. Хотя при этом одинокая. И семейных изменений, насколько мне известно, у тебя не предвидится. Несмотря на всю твою брачную контору. Лариса Евгеньевна, прекратите. Что? А что такое? Я просто хочу понять. Катя, иди. Ну, Алла Петровна. Что? Что вы об этом думаете? Не знаю. Вообще-то, Антон Сергеевич, она добро людям делает. Все. Теперь все. Не хотите, не надо. Дура я. Самая настоящая дура. Конечно, дура. Я давно говорю, зачем тебе это нужно. Мне? Нет, если никому не нужно, то и мне не нужно. Пусть сами пишут. Пусть сами ищут. Правильно. И вообще, бред. Женихи в этой переписке. Все, конец. Больше никогда. Ни за что. Ты что? Есть еще одно дело. Последнее. Ты только не волнуйся. Ладно? Я почему? Почему я должна волноваться? Понимаешь, Ира, было одно объявление. Он из Риги. Инженер. И он описал свою мечту. И рост, и возраст, и характер, и образование, и привычки. Зачем ты мне все это рассказываешь? Подожди, Ирочка. Я тебе это потому рассказываю. Что все это. И ум, и красота, и привычки. Это все. Ты, Ирочка. Я? Ой, ну ты точно ненормальная. Ты что, думаешь, я себе позволю? Понимаешь, я написала ему письмо. И отправила твою фотографию. Он мне ответил. И он написал, что ты мечта его жизни. И что он хочет с тобой познакомиться. И вот он прилетел сюда. И через час он будет здесь. Ты что, Ира? Ты зачем отдала в тиску в мое финское платье? Сколько можно повторять на финское? Я стираю сама. Ты что, Ира? Ира? ПОДПИШИСЬ! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Вера Николаевна. Нет, это невозможно. Что с вами, Вера Николаевна? Вера Николаевна. Ничего. Я ничего. Мне просто... Мне просто очень не повезло с самого начала. Я перестала ждать. И вот однажды я сказала себе... Нет, Вера, нет. Твое счастье где-то заблудилось. Больше никогда не найдется. Я перестала надеяться ждать. И как-то стало... Спокойнее и легче. Не хочу. Не хочу все начинать сначала, потому что это очень больно. Я не хочу. Не хочу. Гроза. Первое. Весеннее. Вера Николаевна. Я люблю вас. Я буду вас любить всю жизнь, Вера Николаевна. Поверьте. Это правда. Поймите меня ведь. Это невозможно. Ну как? Вот паразиты только золотали. А надо по ремонту. Так ведь думали в новое переедем, да. А в старом хоть потом. Девчонки! Давайте еще таз. Что за шум, а? Девчата. Это безобразие. А вы, гляньте-ка, полюбуйтесь. Старая посудина. А я и любуюсь. Смотрите, гроза. Подумай только, весной гроза. Бывает же такое. Дары природы. А зимой, говорят, в России снег бывает. И все это бывает. И все это бывает. Стучит. Второй час стучит. А между прочим, он даже вовсе не старый. И поступок его мужской. Глупости. Его одного на все крыши не хватит. Ему руководить надо, а не молотком стучать. Вот именно. Кажется, перестал. Ну, как? Не протекает? Нет, не протекает. Спасибо. Ой, вы же ведь промокли. Уж вам чайку горячего. А то простынете. Морская душа не простынет. Ой, что такое? Зачем? Спокойно. В чем дело? Вы думаете, мы вам позволим тихо помереть в вашей берлоге? Нет уж. Малина. Лучшие средства от простуды. Молоко и сода на ночь от каши. И поставим банки. Ой, нет. Банки? Нет. А как же? Не надо банки. Но прежде всего драем палубу. Валя, давай. Зачем? Давай. Что вы делаете? Что вы делаете? Девчонки, девчонки, зачем? Что вы делаете? Спокойно. Спасибо вам, товарищи девушки. Дорогие мои девчонки. Спасибо. Это вы? Она, она. И пирог ее, фирменный. Виктор Петрович, как вы себя чувствуете? Спасибо, Вера Николаевна. Я чувствую себя хорошо. А ваше сердце? Оно не болит? Мое сердце не болит. Оно поет. Поет? Мое сердце не болит. Что? Не знаю. А вы знаете? Я тоже не знаю. Но вы знаете, я все равно очень рада. Хотя я не слышу эту песню. Это очень хорошая песня. Я вам спою, когда у меня горло пройдет. Спасибо. Ну что же. Ну, поправляйтесь. А вам больше ничего не нужно? Просите, просите, Виктор Петрович. Просите. Сегодня ваш день. А я и попрошу. Вера Николаевна, будьте моей женой. Женись-ся, Витя, женись-ся. Ох, женись-ся. А ты чего это радуешься? А вот женись-ся, тогда я обрадуюсь-ся. Дезертируешь, Верка? Кто же нас теперь бедненьких замуж повыдает? Ничего, я свою норму перевыполнила. Теперь твоя очередь. Ты меня и заменишь. Я? А что? Ты способный, у тебя получится. А я читала, электронную сваху изобрели. Представляешь? Ну, доволен. Кибернетика. А мне пора на покой. Маша, Маша, ну где ж ты ходишь, а? Я тебя сегодня целый день искала. Слушай, Маша, ты, главное, не волнуйся. Ну, кажется, есть. Я даже почти уверена, что есть. В общем, вчера пришло одно письмо, и ты представляешь, он там пишет, ну и буквально все про тебя. Ну, как будто тебя всю жизнь знает. Ну, просто удивительно. Маша, ну мне сейчас некогда, да? Мы с тобой вечером поговорим, да? А ты такая грустная, малышка, а? А вечером свадьба? Подумаешь, свадьба, когда у нас такое важное дело. Ты, главное, Маша, надейся, слышишь? Обязательно. Я надеюсь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok